Привет! Поговорим о насущном, нет, не о проблемах с потенцией, а о потенциальных рисках для здоровья, которые подстерегают буквально на каждом шагу. Мягчители, пластификаторы, БПА, он же бисфенол-А. По крайней мере, так говорят все. Но сначала пройдемся по месту нахождения этих вещей, где они встречаются, по возможным опасностям, оценим их и подытожим, рассмотрев возможные варианты, что можно сделать, чтобы сократить всю эту гадость. Вы уже не в первый раз, в том числе на моем канале, слышите БПА-фри, БПА потенциально в любой пластмассовой вещи. Это и гидраторы, это и обычные пластиковые бутылки, тетропаки, соевым, любым другим молоком, консервные банки, где внутри может быть слой пластика, в шлемах, в пластиковых боксах и обычных кассовых чеках даже. Если вы хотите распознать именно БПА, то поможет следующая информация. Во-первых, по-русски в Википедии или вот в этой таблице, где можно найти вот эти треугольники, собственно, обычно снизу бутылки или любого другого пластикового изделия. Причем номер 1, 3 и 6 не содержит БПА, однако содержит аналогичный БПА-мягчители, который хоть и не так сильно изучен, однако обладает аналогичным гормональным воздействием. При этом номер 2, 4 и 5 не содержит БПА и на сегодняшний день считается безопасным. Не всегда на пластиковых продуктах изображены эти обозначения. Здесь речь идет либо об очень дешевых или очень старых вещах. Так в Википедии на пластиковом душлаге я не нашел ни одного обозначения, достаточно просто не покупать такой. Риски известны всем, но благодаря нашей медленной и неповоротной политике, бюрократии и формальностям все происходит очень медленно. Сказали, что пункт невозврата близок, что землю скоро будет уже не восстановить. Что делают политики? Планируют запрет на въезд в центр избранных огромных городов на машине и, наверное, это поможет. Ну вы поняли. И в случае с БПА не исключение. Так в 2007 году комиссия ЕС по безопасности продуктов питания повысила планку допустимой контоминации, то есть заражение БПА в 50 мкг на кг веса тела, что в 5 раз больше предыдущего значения. В 2015 году это значение наоборот сократили в 10 раз до 4 мкг на кг веса тела. Стоит добавить, что большинство исследований по БПА было на животных, но причина того, что не было исследований на людях ясна. Это было не совсем этично, ведь овреде и так знают, и подвергать людей опасности ради подтверждения черным по белому было бы крайне опрометчиво. Бисфенол-А, так же как и группа некоторых других мельчителей или пластификаторов, относятся к веществам, способным проникать в наше тело, либо после обычного контакта, прикосновения. Например, вы трогаете бутылку, либо орального употребления. То есть, например, вы съели зеленый горошек из консервной банки или согрели еду в пластиковом боксе в микроволновке. Температура освобождает бисфенол-А, он оседает при этом на еде. Далее БПА может действовать как гормон, негативно манипулируя эндокринную систему. Аналогично эстрогену, с чем и связывают возможные риски для репродуктивной функции, потенции, уменьшения количества сперматозоидов и так далее. Нарушение развития мозга у детей, ухудшение состояния при раке и и и. Согласно регламенту ЕС, который контролирует производство и оборот всех химических веществ, бисфенол-А был отнесен к категории 1-Б, токсичной для репродукции, то есть размножения. Также бисфенол-А запрещен в водопроводных линиях в Швеции, в консервных банках в Японии, ограничен в термобумаге, то есть в тех же кассовых чеках. Как же, собственно, защитить себя от этого яда, который буквально везде? Защитить на самом деле не получится, однако ограничить ситуацию контакта запросто. Вы можете отказаться от всех консервных банок, где содержится БПА, покупать новые продукты, например, бутылку для велопоездок, пользуясь табличкой, о которой я уже говорил, новый блендер, используй табличку, также используй возможность спросить производителя, ведь из этого блендера или бутылки ты будешь пить или есть постоянно. Не нагревать продукты в микроволновке, в пластиковых боксах или упаковке, всегда, где возможно, использовать стекло, например, стеклянный стакан. В конечном итоге пластик стал частью нашей жизни. Как велосипедист я хочу сказать, что ехать с двумя стеклянными флягами, добавляя килограмм к весу велосипеда, это не вариант. Но есть такие вещи, от которых легко отказаться или изменить. Покупать необработанные цельно растительные продукты, не закатанные в пластик на кассе. Я знаю, в Казани, по крайней мере, все, как озабоченные, упаковывают в 6200 пластиковых пакетов. Бери свои пакеты с хлопка или приноси свои старые пластиковые. Покупайте в маленьких магазинах, овощных базах, фруктовых магазинах, там, где продавец вообще-то слушает вас, а не действует по инструкции. В Казани у меня даже тележку на парковке брали, чтобы довезти ее обратно. Серьезно, отдельный человек, чтобы возить тележки и складывать продукты по пакетам, а может они еще и есть для меня будут? Реально, чувствуешь себя как немощным, да, при таком чудо-сервисе. Ни в одном магазине в Германии такого нет. Ладно, это было в топ. На мой взгляд, пластика остается пластиком, но есть альтернативы. Нужно помнить, что важнее обращать внимание на то, что в упаковке, а не из чего сделана сама упаковка. Молочные продукты обладают более сильным гормональным влиянием. Они содержат эстроген, и это не растительные фитоэстрогены, которые не являются гормональными для человека. Мясо находится в высшей категории 1А по канцерогенности. Однако, по этому поводу в Швеции или Японии не бьют тревогу, ликвидируя этот источник опасности с прилавков магазинов. Не ходи вокруг да около, как политики, действуй. Вся нужная информация уже доступна. Также мне будет интересно, как ты относишься к пластику, избегаешь ли БПА, будешь ли избегать после этого видео, или просто будешь искать альтернативу пластику в принципе. Поделись об этом в комментариях, оставь оценку в видео, если твоя мышка не содержит БПА. Я все-таки не хочу, чтобы ты повысил риск эстроген. Спасибо за внимание, Деда. Стоит добавить, что большинство исследований по... По-по-по-по-по-по... Так, я не спалюсь, если ноги поставлю на батарею. Нет, вроде... Привет, сегодня поговорим о носу... Ха, нет БПА. Все равно нахер. Так, где тут треугольник, я че-то не понял. Нужно завести веган-бодибилдинг-канал. Че-то нет ни одного. Главный совет. Чем дальше от камеры, тем меньше мускул. Опа! Вот так он вообще огромный. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА